Привет! Из данного ролика вы узнаете о том, как мы обслуживаем роботов-пылесосов компании Xiaomi в нашем сервисном центре. За два года работы с данной техникой у нас сформировалась целая база знаний о типовых неисправностях, о надежности некоторых узлов и элементов данных роботов-пылесосов. И нам хотелось бы с вами поделиться с ними. Посмотрев данный ролик, у вас появится знание, чтобы в домашних условиях вычислить или устранить основные неисправности, возможные при использовании данного роботов-пылесоса. Не будем тянуть и начнем по порядку. Наш топ 5 основных неисправностей, с которыми может столкнуться любой владелец данного роботов-пылесоса. Давайте не будем тянуть и начнем с самой первой, самой распространенной ошибки, с которой вы можете столкнуться. Это ошибка номер 1. Она связана с работой привода лазерного дальномера. Является самой распространенной. Если приобрести данный моторчик в сборе со всеми шлейфами и коннекторами, то ремонт можно произвести в домашних условиях в течение 20 минут. Итак, давайте пригласим инженера. Он нам покажет, как производится замена. Погнали! Добрый день, с вами инженер Роман. Сегодня мы исправим ошибку номер 1 в роботе-пылесосе Xiaomi Vacuum Cleaner, связанной с несправной работой лазерного дальномера. Для того, чтобы это сделать, нам потребуется снять декоративную накладку, крышку и крышку, собственно, лазерного дальномера. Приступим. Декоративная накладка снимается достаточно легко, легким движением руки. Также нам потребуется отвертка и что-нибудь относительно острое, так как под крышкой у нас находятся две заглушки, сделанные из резины. Под ними находятся болты. Приступим. Удаляем заглушки. Крышка самого лазерного дальномера крепится на четырех болтах также. Уже можно видеть загрязнение, просто он, скорее всего, удаляем защитную крышку с лазерного дальномера и, собственно, видим непосредственно сам дальномер. Вот этот двигатель, собственно, и вращает его. Можно видеть, что здесь достаточно волос, грязи и пыли, что и приводит к его выходу из строя. Сам лазер крепится также на четырех винтах. Извлекаем сам лазер. Вот, собственно, сами загрязнения можно видеть. Электродвигатель крепится на обычном двухконтактном коннекторе. Также на двух болтах. Может быть плохо видно, так как они покрашены черной краской. Снимаем хомут, подкручиваем двигатель, ставим новый. Вот, собственно, и причина, почему данный моторчик не может выдавать мощность, достаточную для обращения лазера. Это человеческие волосы, шерсть животных, которые наматываются на вал. Комплектующие могут быть в двух вариантах исполнения. Это электродвигатель полностью в сборе, с коннектором, все как положено. Может быть двигатель выполнен без ничего, но тогда для его замены как минимум потребуется паяльник и немного умений. Крепим наш новый мотор, также на два родных болта. Затягиваем очень плотно, так как скорость вращения у него достаточно большая. Не забываем, собственно, его подключить. И устанавливаем его на родное место. Лазерный дальномер установлен на свое место. Теперь переходим к тестированию нового электродвигателя. Запускаем приложение. Нажимаем уборку. Уже можем увидеть, что робот начал движение. В данный момент времени он сканирует помещение, пытается построить карту. Чтобы понять, куда стоит ехать, куда нет. Проверка выполнена. Новый электромотор показывает себя отлично. Лидар вращается. Карту помещения строят. Продолжаем дальнейшую сборку нашего робота-пылесоса. Устанавливаем защитную крышку лазера. Которая у нас также крепится на четырех болтах. Устанавливаем на место крышку. Устанавливаем декоративную заглушку. Не забываем про заглушки. Ошибка номер один успешно устранена. Переходим к следующей неисправности. Это выход из строя основного мотора-вентилятора. Также рассмотрим еще одну неисправность. Это выход из строя двигателя основной щетки. При выходе этого двигателя из строя в приложении не отображается никаких ошибок. Робот абсолютно ни на что не ругается. Оно продолжает свою работу не совсем корректно. Сейчас мы слышим характерный звук. Неправильная работа шестеренок. Также, когда робот начнет движение, будет заметно, как он дрожит. Для того, чтобы заменить две детали, нам придется данный робот-пылесос разобрать на 90%. Для того, чтобы это осуществить, нужно будет снять декоративную накладку. Она достаточно тяжело снимается. Для этого потребуется инструмент из твердого пластика. Заходить лучше примерно в этом районе, так как здесь два очень тугих крепления. Далее откручиваем верхнюю крышку и крышку, закрывающую лазерный дальномер лидера. Далее откручиваем верхнюю крышку. Снимаем крышку. Также откручиваем лазерный дальномер. Извлекаем мусорный отсек. Извлекаем лидар. В этой версии пылесосов он крепится на коннекторе. Теперь переворачиваем робот-пылесос вверх ногами. Снимаем боковую щетку. Также извлекаем основную щетку. И откручиваем все болты. На мелкие болты закручен отсек аккумулятора. Также три болта поддерживают плотность корпуса. Этот пылесос с функцией влажной уборки. Через два данных отверстия поступает вода. Снимаем крышку аккумуляторного отсека. Извлекаем и отсоединяем аккумулятор от системной платы. Переходим к разборке бампера. Он также крепится на достаточно мелкие болтики по периметру. Снимаем верхнюю тонкую планку. И непосредственно сам бампер. Теперь нам потребуется отвертка большего калибра. Нужно снять основные винты, которые, собственно, держат весь корпус. Теперь непосредственно открываем корпус. Делать это лучше всего аккуратно, проходя по периметру, на стыке. Извлекаем верхнюю крышку. Собственно, таким вот образом он выглядит внутри. Вот у нас основной мотор-вентилятор нагнетающий. Это у нас, собственно, и есть мотор основной щетки. Конкретно у этого пылесоса нужно будет заменить мотор основной щетки. С мотором-вентилятором нагнетающим у него все отлично. Для этого нам потребуется также снять крышку, прикрывающую левое колесо. По-другому не получится извлечь мотор основной щетки. Также снимаем пластиковый кожух с материнской платы для того, чтобы отключить коннектор. Для устранения неисправности, связанной с основным нагнетающим мотором-вентилятором, нам потребуется демонтировать два болта и отключить коннектор. Неисправная запчасть выглядит следующим образом. При этой неисправности не обязательно будет ошибка в приложении. Скорее всего, будет предшествовать запах паленого пластика, повышенный шум. Также может появиться ошибка. Ваш робот-пылесос в приложении так и напишет, что у него вышел из строя основной нагнетающий мотор-вентилятор. Перейдем к следующей неисправности. Замены двигателя основной щетки. Для этого нам потребуется снять пластиковую защиту, которая предохраняет от излишнего попадания грязи и жидкости. Она держится на одном винте. Теперь мы видим, собственно, саму системную плату данного робота-пылесоса. Как вы можете заметить, она вся покрыта мягким силиконом, что предотвращает его от воды, так как у него есть функция влажной уборки. Но попрошу отметить, что все коннекторы, в том числе и питающие, они не загерметизированы. То есть, если вода все-таки попадает в робот-пылесос, могут выйти различные элементы. От контроллеров питания до непосредственно самого процессора. Теперь снимаем крышку левого колеса. Без снятия левого колеса мы не сможем извлечь двигатель основной щетки. Начнем с отсоединения коннектора. Крышка держится на трех болтах. Для того, чтобы снять крышку левого колеса, нам потребуется убрать провода, которые идут на различные датчики. Они будут нам мешать открутить болты. Аккуратненько их отгибаем. И снимаем крышку. Мотор основной щетки держится также на двух болтах. Один находится практически под системной платой, который мы можем хорошо видеть. Для того, чтобы извлечь двигатель основной щетки, будет удобнее с обратной стороны немного вытолкнуть. Извлекаем двигатель. Переходим к установке совершенно нового, исправного двигателя. Закручиваем на место два болта. Переходим кастрюлю. Подключаем коннектор Устанавливаем защитную накладку Приступаем к обратной сборке Сразу можно заметить, как выполнены колеса у данного робота-пылесоса Пластик довольно крепкий, держится на трех достаточно мощных болтах Но хочется заметить один нюанс Ни один робот-пылесос очень нежелательно в выключенном состоянии катать по полу Особенно это касается детей, которые могут с ним просто поиграться Это приводит к неисправности редуктора И робот-пылесос уже не может выполнять свои функции Также достаточно редко бывают неисправности, связанные с двигателем боковой щетки К нам поступало несколько устройств на их замену Но это случается достаточно редко Так, устанавливаем колесо Прихватываем его одним болтом К крышку Чтоб она немного зафиксировалась И крайне аккуратно укладываем провода на свои родные места Чтобы нигде корпусом их не пережало и не передавило Здесь есть специальные выемки Пластиковые крепления для них Упаковываем их на место Закручиваем второй винт Продолжаем их откладывать Закручиваем третий винт Проверяем, поправляем провода И переходим к установке верхней крышки Попрошу заметить, если крышка у вас встает неплотно По этому краю, либо по этому Лучше ее снова снять и проверить Чтобы никакие провода у вас не попали на место соединения Переворачиваем робот-пылесос И вкручиваем основные винты, держащие корпус Устанавливаем бампер Который также состоит из двух частей Желательно устанавливать мелкие винты В данном роботе-пылесосе вручную отверткой Так как они очень похожи на саморезы Их достаточно легко провернуть И испортит, как минимум, внешний вид пылесоса Переходим к установке аккумулятора У него на коннекторе есть защелка Которую, когда вы отсоединяете Желательно нажать, чтобы не сломать крепление Вставляется он очень легко Укладываем провода Вставляем аккумулятор Переходим к установке крышки аккумуляторного отсека Она у нас крепится также на 4 маленьких винта Также вкручиваем 3 самых маленьких Устанавливаем на места обе щетки Основную и боковую Закрываем отсек основной щетки Переходим к дальнейшей сборке Нашего робота-пылесоса Переходим к установке лазерного дальномера Подключаем коннектор Устанавливаем Вкручиваем 4 удерживающих винта Устанавливаем крышку лазерного дальномера Вкручиваем 4 винта Устанавливаем отсек для сбора мусора Наклеиваем декоративные наклеечки Устанавливаем основную крышку Устанавливаем декоративную накладку Переходим к тестированию пылесоса Как мы видим звук стал более равномерным Дрожь у пылесоса прекратилась Ремонт выполнен успешно Четвертая неисправность это датчик стены Выглядит он следующим образом Установлен на моделях S50 и S60 Дроборок В этой части бампер Отвечает за распознавание стены Как правило выходит из строя вследствие залития Также рассмотрим неисправность Связанную с неправильной эксплуатацией устройства Данное устройство имеет гибридный бачок Который служит резервуаром для воды Также контейнером для сбора мусора Если использовать не просто воду А с добавками моющих средств Это неизбежно приведет к выводу из строя Небольшого электронасоса Который подает в бак с водой воздух Собственно как мы можем увидеть на данном бачке Если присмотреться Можно заметить Что в месте расположения самого двигателя Следы ржавчины Спасибо что посмотрели данный ролик Надеюсь он был вам очень полезен Увидимся у нас на канале Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok